Обращение своих избирателей депутат Николай Тарасов воспринимает как свои личные проблемы. На улице Парковой, которая находится в ведении депутата, то есть в 7-м избирательном округе, 20 лет не было уличного освещения. В этом году оно появилось. Это наказ избирателей, который Николай Тарасов выполнил. Проблемы благоустройства территории у домов по улице 354-й стрелковой дивизии и детской площадки также удалось решить в этом году. Это совместная работа не только депутата, но инициативных жителей, председателей домовых комитетов и предпринимателя Хатиза Юманкулова, решившего построить в этом районе магазин. А между тем и заняться вопросом благоустройства родного города. Если будем так вот, как бы сказать, по-хозяйски относиться к земле нашей, городской, я думаю, будет благоустройство лучшее. Я хочу сказать большое спасибо Николаю Викторовичу, потому что под его чутким руководством все это делалось. Там у нас сделали скамейки, поставили. Благоустройство – это, пожалуй, главный критерий оценки состояния благополучия. Порядок и чистота в районе – показатель того, что жителям здесь комфортно. Но пока не на 100% мешает жить в комфортных условиях в этом районе отсутствия ливневой канализации. На сегодня депутату удалось решить вопрос с материалом и оборудованием. Осталось только смонтировать ливневку. Ответственные за эту работу бригады муниципального предприятия «Горкомхоз» были приглашены на место. Все подготовлено. В кратчайшие сроки мы положим трубу. Все готово. Труба готова. Эти все готовы. Лотки готовы. Вопрос в кратчайшие сроки до того, чтобы ливневые воды, вот эти дожди, которые затопляли дом, здесь прилегающую всю территорию, она должна отведена. Ливневка появится здесь в течение ноября. И жители знают, что так оно и будет. А вот появится ли новая за асфальтированную дорогу 8-й школы – вопрос открытый. Люди много лет неоднократно обращались с этой проблемой во все инстанции. Но их усилить тщетно. Большая проблема с дорогой у нас. Подходы к школе очень плохие, вы сами видите. Грязь, лужи, после дождя, весной, когда таяние снегов. Просто невозможно пройти детям. Приходят с грязной обувью и сами иногда все обрызганные, потому что здесь машины ездят. Неоднократно обращались к их депутатам. И когда был еще Костин, был Демин, то есть на всех уровнях обращались мы с этой просьбой за асфальтировать или хотя бы защебенить, что сделать вот здесь вот. Но, увы, ВОЗ и ныне там. Этот ВОЗ Николай Тарасов вместе с жителями района попытается сдвинуть с места. В городском бюджете ремонт этой дороги заложен. Но, к сожалению, на 2013-2014 годы ждать так долго не могут ни дети, которые каждый день ходят по этой распутице в школу, ни их родители, ни учителя. Предполагается, что частичную реконструкцию удастся произвести в 2011-м. Депутат с просьбой жителей планирует выходить на главу исполнительной власти Кузнецка.